Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 13-я, но будем надеяться, что эта пятница пройдет в штатном режиме. Ну и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая с общим направлением сохраняется. Вчера мы видели уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 11 апреля, но закрепиться ниже минимумов 10 мы не смогли. Поэтому на текущий момент тенденция восходящая остается в приоритете с целями роста до уровня 1.2394 обновления, максимальные значения 11 апреля и движения далее по направлению 1.2519. Ну а ближайший разворотный уровень все также находится на минимальных значениях 10 апреля. По паре британский фунт, американский доллар, также тенденция восходящая у нас сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше максимума вчерашней торговой сессии и движение по направлению 1.4390. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.4145. А пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. Ближайшие цели по снижению от обновления минимальных значений 11 апреля и движение по направлению 1.2456. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях вчерашней торговой сессии – это уровень 1.2621. А пара американский доллар, японская иена сохраняет свое движение восходящее. Сегодня мы видим уже торговлю выше максимальной значения текущей торговой недели. Следующие цели роста у нас – это движение в область 1.851. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы также 11 апреля на уровне 1.0661. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция восходящая сохраняется. Следующий цели роста у нас – это движение в область 1.7822. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме вчерашней торговой сессии – это отметка 77.37. Еврофунт позавчера попытался закрепиться выше максимума, которые у нас были зафиксированы 10 апреля. Но мы вернулись в данный диапазон. И вчера обновление минимальных значений 11 апреля мы вновь перешли в фазу нисходящего движения, который сейчас и также сохраняется. Следующие цели по нисходящему движению – это обновление минимальных значений вчерашнего торгового дня и движение по направлению 85.98. А ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях 11 апреля – это отметка 87.40. Золото в рамках часового таймфрейма общее направление остается также восходящим. Оно будет актуально до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 1331 доллар за тройскую унцию. Вчера мы видели снижение от локальных максимумов 11 апреля с уровня 1365, опустились до 1333. Коррекция продолжается, но перейдет ли данная коррекция в продолжение нисходящего движения будет видно уже далее. В том случае, если золото сможет закрепиться ниже уровня 1331, то продолжение коррекционного снижения мы можем ожидать. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на восходящее движение, значит и покупки остаются в приоритете. По нефтемарке Brent мы видим небольшую остановку в области максимальных значений на отметке 73.60, который мы видели 11 апреля. Вчера скорректировались от этого уровня, но общее направление у нас все также остается восходящее с целями роста до 7408. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 7158. По индексу DAX также тенденция восходящего сохраняется. Ближайшие цели роста это движение в области 12883, а ближайший разворотный уровень уже можем переместить на минимум 11 апреля. Это отметка 12262. Биткоин продолжает свое восходящее движение. Вчера мы видели импульс роста до 7900 долларов за один биткоин. Тенденция восходящего сохраняется. И следующая цель движения это область 8200 и 9300 долларов за один биткоин. Ближайший разворотный уровень на минимуме вчерашнего дня это отметка 6729 долларов, которые давали при минимальном значении вчерашней торговой сессии за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Как всегда напоминаю, что если у вас есть вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео. И не забывайте ставить лайк, а также подписываться на канал компании Admiral Markets. Всем желаю хорошего завершения торговой недели и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...